Порой купить учебные принадлежности бывает так же сложно, как собрать все камни бесконечности. Хотите легко и быстро закупиться к учебному году? Тогда заходите на Все майки. Здесь есть все, от пеналов до рюкзаков. Помимо них на Все майки вы всегда найдете классную одежду и более 150 тысяч принтов разных тематик, таких как кино, аниме, игры, мемы и многие другие. Они отлично скрасят ваши учебные будни, а с помощью удобного конструктора вы легко сможете сделать уникальную вещь собственным принтом, Переходите на сайт Все майки по ссылке в описании или QR-коду на экране и используйте наш промокод GEEK824 на скидку 10%. Обратите внимание, что он суммируется с акциями сайта. Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies! За более громкими событиями как-то на заднем плане остался факт, что Marvel показала целый трейлер фантастической четверки. Конечно, в закрытом режиме только зрителям Комик-Кон и в сеть его сливать было нельзя. Но получилось, как всегда, трейлер уже в сети. Показывать мы его, конечно, не можем, но вот разбирать запросто. Тем более, что после анонса возвращения Роберта Дауни-младшего есть мнение, что он родом именно из этой вселенной. Так что пристегивайтесь, ставьте лайк и приготовьтесь. Мы отправляемся в альтернативную ретро-вселенную, где происходят события фильма, который получил официальный заголовок «Первые шаги». Комиксов с таким названием нет, а значит, франшиза Педро Паскаля следует по пути Человека-паука. Что не мудрено, ведь изначальный сценарий создавался под руководством Джона Уотса, снявшего трилогию Тома Холланда. Следовательно, можно ожидать такой же скрытый смысл, который относится как к происходящему в фильме, так и к реальному миру. У «Возвращения домой» это, с одной стороны, была аллегория на возврат Человека-паука в Marvel, а с другой – школьная вечеринка, которая стала кульминацией сюжета. У «Фантастической четверки» с первыми шагами все понятно, ведь это первый фильм Marvel. Ну а внутри сюжета самая очевидная аллегория – это дети Сью Шторм и Рида Ричардса, появление которых в фильме давным-давно спойлерят все, кому не лень. Франклин и Валерия Ричардс – ключевые персонажи комиксов о «Фантастической четверке». Франклин-мутант далеко за пределами омега-уровня и одной из самых могучих существ Marvel. Валерия – гений со способностями Сьюзен Шторм и огромным нюансом. В «Секретных войнах» было раскрыто, что дочь и правда пошла в маму, но нюанс в том, что ее биологический отец – не Рид Ричардс, а Виктор фон Дум. Лицо Рида, думаем, вы примерно представляете. А ирония была в том, что Валерия пришла из будущего, то есть мистер Фантастика знал, что в какой-то момент времени Сьюзен его покинет. В общем, Санта-Барбара еще та. И первый звоночек к Роберту Дауне-младшему и его доктору Думу уже есть. О втором попозже, а пока о том, что первые шаги – это еще и о космосе. По словам режиссера Мэтта Шекмана, в этой альтернативной вселенной мы увидим космическую гонку СССР и США. Что странновато, учитывая наличие в фильме летающих машин. Но не мудрено, учитывая, что действия фильма разворачиваются в 60-х. В трейлере мы увидели, как четверка по всем канонам забирается в корабль и улетает в космос. С огромной уверенностью можно сказать, что историю получения командой сил оставят без изменений. И это здорово, ведь Марвел в последние годы всех утомила попытками придумать велосипед там, где этого не нужно. Не стали ничего выдумывать и с Ридом Ричардсом. Педро Паскаль играет эталонного Рида из Палаты Мер и Весов. А его стиль, ну прям до неприличия, напоминает Говарда Старка. В 60-х, конечно, все носили усики, но сходств между Ридом и Говардом слишком много. Хотя бы потому, что в Первом Мстителе нам показывали прототип летающей машины Говарда Старка со Star Expo 1943 года, а в трейлере Фантастической четверки уже работающую машину. В комиксах она известна как Фантастикар. И будет безумно интересно, если в фильме так и покажут Говарда Старка этой вселенной. Особенно с тем же актером. Точно в фильме покажут здание Бакстера. И его чертежи уже продемонстрировали на Комик-кон. А папарацци уже засняли с дрона сооружение реального макета на съемочной площадке. Неподалеку видно и корабль, на котором четверка полетит в космос. Он называется Эксельсиор. И это милая отсылка на Стэна Ли, ведь слово было его девизом, который он обожал упоминать, что в комиксах, что в жизни. Эксельсиор – это латинская фраза, которая переводится примерно как «быстрее, выше, сильнее» и используется как «мотивационная». Подтвердили трейлер и выданные фанатам промо-материалы и одного из злодеев фильма. На карте Нью-Йорка из фильма заметно название «Субтеррания». Этого вселенной комиксов – подземное королевство. Управляет которым колоритный парень по имени Человек-Крот. Это первый исторический злодей фантастической четверки в комиксах, так что его включение в фильм полностью понятно. Зовут парня Эдгар, и он мечтал найти подземное королевство, которое основали на секундочку девианты из вечных. Над Эдгаром смеялись, но королевство он так и нашел. И ослеп от блеска миллионов бриллиантов, ведь на дворе 60-е, и в комиксах тогда сюжеты наркомании отдавали частенько. В общем, получив технологии и поработив подземное королевство, Человек-Крот взял псевдоним Король Руперт Первый и объявил войну надземному миру. Управлял он существами, похожими на девиантов, да еще и одним из колец мандарина обладал. Так что одно время останавливать угрозу приходилось даже Мстителям. Ну а для Марвел включение такого персонажа – это отличная возможность с одной стороны пасхалок на шанчи и вечных наоставлять, а с другой – показать способности фантастической четверки в качестве разогрева перед Галактусом. Его в трейлере также показали, и первое, что бросается в глаза – это то, что Галактус наконец выглядит как человек. Одной из главных претензий прошлой экранизации был Галактус-облачко, который вообще не похож на версию комиксов. Здесь все будет максимально канонично, ведь должен Галактус выглядеть как Целестиал на стероидах. Он им не является, но рисовал всех Джек Кирби, и его визуальный стиль похож. Каковы мотивы Галактуса в фильме – тоже предельно ясно. Он захочет сожрать Землю и посмотреть за противостоянием – будет очень интересно. Но еще интереснее другая часть фильма, которую не показали в трейлере. Та часть, которая связана со следующими Мстителями. Кевин Файги подтвердил, что фантастическая четверка появится что в Думсдее, что в Секретных войнах. А здравый смысл намекает, что именно фильма четверки станет ключевым для завязки следующих Мстителей. Ну просто потому, что банально больше некому. Капитан Америка 4 и Громовержцы – проекты, созданные еще до возвращения Дауни-младшего под Шизу с династией Канга. Блэйд вообще не факт, что выйдет, а Человек-паук 4, если и выйдет, то вряд ли потянет задачу. Только фантастическая четверка способна стать приквелом к следующим Мстителям. Так что помимо Галактуса стоит ждать и удочки на Думсдея. Самая очевидная теория в том, что родная вселенная Рида Ричардса и его команды будет уничтожена, а сами они вместе с выжившими из других миров отправятся бороться с Доктором Думом. Есть лишь один нюанс – все это описание Секретных войн. А до них нужно еще и Думсдей снять, где уничтожение мультивселенной и будет показано. Отсюда, собственно, и вывод. По итогам событий фантастической четверки или в сцене после титров нас ждет тизер событий следующих Мстителей. А возможно и прямо в фильме. Ведь Доктор Дум изначально был злодеем именно Мистера Фантастики и его семьи. 2 и 2 сложить несложно. И вообще не удивимся, если версия Виктора фон Дума, которую играет Роберт Дауни-младший, родом именно из вселенной Педро Паскаля. Просто потому, что это самый простой и логичный вариант. Ведь есть и другая проблема. До выхода Мстителей 5 Доктора Дума нужно банально, но хоть где-то показать. Сольник фантастической четверки – самое органичное место. И тут мы возвращаемся ко главному вопросу. Кого же все-таки играет Роберт? Если альтернативного Тони Старка все может быть очень интересно. Ведь в фильме на дворе 60-й, а Тони еще не родился. Его день рождения – 29 мая 70-го года. А в фильме, как мы и говорили, очень органично сядет именно Говард Старк. Но есть один нюанс, который может превратиться в разрывной сюжетный поворот. Доктор Дум – изобретатель технологий путешествий во времени. Так что возраст для него не помеха. И, к примеру, Роберт Дауни-младший таки может сыграть ребенка Говарда Старка, который в будущем каким-то образом стал Доктором Думом. А еще Дум спокойно может убить всех Кангов из таймлайна. Ведь машина времени, при помощи которой Канг получил всю свою мощь, была в комиксах изобретена именно Виктором Думом. В общем, тут все настолько смешано, что простора для теорий хоть отбавляй. Но все они упрутся в то, что «Фантастическая четверка» – идеальный фильм для дебюта Роберта в новой роли. Режиссер Мэтт Шекман прямо на этом же комик-коне бабахнул внезапной новостью о Балой Ведьме. Режиссера спросили о новом концепте, представленном в Дэдпуле и Росомахе, где в каждой вселенной есть персонаж, смерть которого означает гибель всей вселенной. На вопрос о том, кто является такой сущностью в основном мире Марвел, Мэтт ответил, что это Алла, ведьма. Он, конечно, вряд ли это знает, и это лишь предположение, но звучит очень логично, ведь Ванда официально сейчас мертва. И это может стать приквелом к Думс Дэю, ведь основная вселенная, получается, идет к гибели. Ну и да бог с ней. Мы вернемся к четверке, и о ней Мэтт Шекман подтвердил еще одно сходство фильма с Человеком-пауком. По словам Шекмана, они не будут заострять внимание на первых шагах команды, хоть название фильма об этом и кричит. Режиссер рассказал, что Marvel Plus минус повторяет ход с Томом Холландом, где нам покажут лишь основы, а сюжет фильма будет вертеться вокруг уже имеющейся семьи, которая обжилась со своими способностями. Учитывая, что трейлер показывает существо в форме человека и команду, которая отправляется в космос, можно сделать вывод, что это чуть ли не первые секунды проекта. Похоже, что в фильме нам сделают ультра-краткий пролог, а потом перенесут в настоящее, где герои уже достаточно давно являются фантастической четверкой. Решение хорошее, и это уже целый новый тренд. Так поступали с Томом Холландом, так Джеймс Ганн будет поступать с Суперменом. Вот и четверка сразу перейдет к делу, что здорово, ведь, как пояснил режиссер, никто не будет терять треть фильма на то, чтобы провести ликбез. До выхода фильма осталось меньше года. И уже 25 июля 25 года мы увидим плоды работы Шекмана. Выход трейлера таким образом установил рекорд, ведь давненько Marvel не делилась роликами за год до выхода фильма. Всю четвертую фазу трейлеры вообще от сердца отрывали за пару месяцев до премьеры. И это очень радует, что маркетинговый отдел Дисней наконец одумался и разогревает хайп заранее. Верите ли вы, что у Фантастической четверки получится оживить киновселенную? Оставляйте свое мнение в комментариях. Ну а у нас пока все. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!